Привет! Я Догмама Аня и со мной мои собачки Чокуа Софи и Эйвен. На днях мне предложили пройти тест на характер моих собак. И я решила, что вам тоже будет это интересно. Конечно же, в целом я знаю характеры Софи и Эйвена, и они абсолютно разные. Но в любом случае, этот тест может помочь понять кое-какие моменты, которые мы можем упускать из виду, потому что уже очень любим своих питомцев. Кстати, по поводу любви. Некоторым кажется, что я люблю Софи больше, чем Эйвена, и уделяю ему меньше внимания. Но на самом деле это не так. Это только в видео, но не в жизни. А все потому, что Эйвен не очень любит сниматься. У него вообще своеобразный характер. Он более ленив, менее заинтересованный и любопытен. А Софи наоборот, ей все интересно, и поэтому в съемках она участвует с наибольшим удовольствием. Не буду же я заставлять Эйвена сниматься, когда он этого не хочет. Вот и весь секрет. Ты еще не сказала, что у Эйвена аутагонистофобия, поэтому я иногда боюсь камеры. Да? И, кстати, именно этот факт подтверждает, что у каждой собаки есть свой характер. Ведь Софи Эйвена не одной породы, и у них одни родители, и довольно небольшая разница в возрасте. Но при этом они абсолютно разные. Так вот, для чего нужен тест на характер собаки? Для чего? Для чего? Для чего? Ну, он еще? Софи. Ну ладно, прости. Кому-то он даст очень много полезной информации к размышлению. Ведь и характер собаки тоже можно поменять. Не полностью, не во всем, но в некоторых моментах уж точно. А кому-то он, возможно, ничего не даст. Но в любом случае, проходить тесты прикольно и весело. Я буду проходить тест два раза. Сначала про Эйвена, а потом про Софи. Ну что ж, поехали. Вопрос номер один. Если на вас нападает чужая собака, действия ваши. Испугается, убежит, будет меня защищать, будет жалобно скулить. Так как я начинаю тест с Эйвена. Скажи правду, мам. Пришло время быть предельно честной. Эйвен, скорее всего, будет жалобно скулить. И, к сожалению, это правда. Этот момент я до сих пор не проработала. Как ваша собака относится к кошкам? Не любит их? Равнодушно? Мне все равно на кошек вообще. Ты, наверное, равнодушен к кошкам? Да. Да, Эйвен не обращает внимания на кошек. Если собака вас потеряет, ее действия тут же начнет меня искать, убежит, куда глаза глядят, испугается и будет скулить. Ивась, что ты начнешь делать? Конечно, я тебя найду. Я знаю, что Эйвен, несмотря ни на какие черты характера, начнет меня искать. Ваша собака подбегает к вам без приглашения. Иногда, никогда не подбегает или подбегает всегда. Эйвен подбегает всегда. Любит ли собака с вами играть? Не любит? Иногда любит, иногда нет? Любит. Так как тест про Эйвена, у него все зависит от настроения. Иногда он любит играть, иногда нет. Поэтому я выбираю второй вариант. Ваша собака любопытна? Иногда? Нет? Да. Иногда. Где спит ваша собака? В моей кровати со мной, конечно же. На подстилке на полу в моей кровати. Логично. Понятно, что я выбираю. Если вы сидите в кресле и входит собака, что она делает? Что делает Эйвен обычно? Ложится где-нибудь в комнате, ложится рядом с креслом, просится, чтобы ее взяли на колени. Ложусь рядом. Эйвен ложится рядом с креслом, да. Как ваша собака ведет себя на неизвестной местности? Сразу же начинает ее изучать. Начинает изучать ее через какое-то время. Вообще ее не изучает и очень боится. Это не про Эйвена. Он скорее начинает ее изучать, но через какое-то время. Пока сообразит, что происходит вокруг. Я просто не тожоплюсь. Кто может погладить вашу собаку? Все, только следы семьи, только я. Конечно же все. Здесь, скорее всего, вопрос про агрессию. И мою собаку могут погладить все. Выполняет ли собака ваши приказы? Приказы. Звучит как-то ужасно. Я надеюсь, они имели в виду команды. Да, выполняет. Еще есть вариант, когда как, но Эйвен всегда выполняет. Разборчива ли ваша собака в еде? Эйвен очень разборчив в еде. Это точно. Эйвена бесполезно тренировать на лакомство. Он практически к ним равнодушен. И в еде он очень разборчив. Бывают моменты, когда Эйвен просто вообще не ест. Он отказывается есть. И неважно, вкусно это или нет. Как ведет себя ваша собака, если вы забыли ее покормить? Я надеюсь, у вас такого не бывает. И вы не можете забыть покормить свою собаку, потому что она член семьи. Вы же не можете забыть поесть, забыть покормить своего брата или сестру. Это странно. Странный вопрос. Но если предположить, что я забыла их покормить и никак, никак не смогла, у меня не было времени, то есть три варианта ответа. Эйвен безразлично подбегает ко мне и скулит, подбегает и требует, чтобы ее покормили. Эйвен не подбегает и не требует, и даже не скулит. Он безразличен к еде. Если к вам приходят незнакомые люди, как ведет себя ваша собака? По-разному, в зависимости от того, нравятся они или нет. Сразу же прячется. Относится ко всем дружелюбно. Что говорить об Эйвене? Он относится ко всем дружелюбно. Он всегда со всеми хочет общаться, играть, посидеть у каждого на коленках, если разрешит мама. Как ваша собака относится к другим собакам? Настороженно, не любит чужих собак, всегда с удовольствием с ними играет. Это про Эйвена. Последний пункт точно про Эйвена. Эйвен всегда с удовольствием знакомится со всеми собаками и со всеми хочет поиграть. Если же собака очень злая, он все равно хочет с ней поиграть. Получим результат теста. У вас очень хорошая собака. Я так и знал. Конечно, она обладает сильным характером и у нее есть чувство ответственности перед вами. Согласна, у Эйвена реально сильный характер. Не зря же он Супер Эйвен. И вот мне говорят, что мне нужно еще немного усилий и моя собака будет просто идеальной. У меня и так идеальная собака. Но я согласна. Возможно, у нас есть какие-то моменты, которые бы надо было проработать. А теперь я пройду тот же самый тест, только про Софи. И ответы, я думаю, будут отличаться. Если на вас нападет сужая собака, действие вашей Софи будет меня защищать. Она начнет прыгать, бегать вокруг, даже если эта собака большая. Она может даже на нее гавкать. Как ваша собака относится к кошкам? Софи, как ты относишься к кошкам? Я не очень люблю кошек, мам. Да. Софи не любит кошек. И это стопроцентный факт. Она, конечно, с ними не дерется, не гоняет их и не бьет. Но она точно их не любит. И если она видит кошку, то она может на нее среагировать. Поднять ушки, насторожиться. Эйвен скорее пройдет мимо. Если собака вас потеряет в ее действии, Софи точно так же, как Эйвен, тут же начнет меня искать. Собака подбегает к вам без приглашения? Софи подбегает всегда. В принципе, как Эйвен. Любит ли ваша собака с вами играть? Софи очень любит играть. Если она слышит пищалку, она уже хочет играть. Да. Любопытна ли ваша собака? Софи очень любопытная собака. Ей все интересно. Да. Где спит ваша собака? Конечно же, в моей кровати. Если вы сидите в кресле, входит собака и что она делает? Просит, чтобы ее взяли на колени. Это прямо про Софи. Как ваша собака ведет себя на неизвестной местности? Сразу же начинает ее изучать. Кто может погладить вашу собаку? Всех. Выполняет ли собака ваши приказы? Выполняет. Разборчива ли ваша собака в еде? А вот здесь вот у Софиши будет разборчива, но не всегда. Как я. Софи очень любит кушать. Как ведет себя ваша собака, если вы забыли ее покормить? Такой интересный прикол. Она не скулит, не кричит и не гавкает. Она просто подходит к своей миске и начинает по ней стучать. Она подходит и реально начинает лапой бить по миске. Я выберу подбегает и требует, чтобы ее покормить. Хотя она не подбегает. Она просто идет сразу в шесть. Да, Софи? А, Чома, ты что сказала? Это про тебя. Если к вам приходят незнакомые люди, как ведет себя ваша собака? Софи относится ко всем дружелюбно. Как ваша собака относится к другим собакам? Она не очень любит других собак. Нет, она на них не нападает, не делется с ними. Но она относится к ним очень осторожно. Если она собаку знает, то она с ней дружит. Если же собака незнакомая, то Софи никогда в жизни не пойдет с ней играть. У вас очень хорошая собака. Она обладает точно так же сильным характером. У нее есть чувство ответственности перед вами. Еще немного усилий, и ваша собака будет просто идеальной. Получилось, что у его явно и Софи одинаковый результат. Хотя ответы на тест были достаточно разные. Интересно, там есть другие результаты? Поэтому обязательно пройдите этот тест и напишите свои результаты. Будет очень интересно почитать. Ссылку я оставлю внизу. Ну что ж, подписывайтесь на нас в ВКонтакте и в Инстаграме. Все ссылки в описании. А если хотите сигнум, подписывайтесь на мой новый канал Анимэджик. И пишите в комментариях под видео, для кого и от кого из нас вы хотите сигнум. Любите своих питомцев, и будет вам счастье. Интересно, Эйвена, про хозяев есть такие тесты? Тешные есть, Софи. Какой характер у твоего хозяина? Надо маме такой тест провести, да? Интересно, какой у нее характер? Послушная она или нет? Я сейчас покажу. Мам, сейчас снимай меня, а теперь переведи камеру на Софи. А теперь снова на меня. А теперь отойди и снимай нас вместе. Офигеть, Эйвен, офигеть, Эйвен. И правда она тебя слушается? Я же сказал, значит послушная, тесты не нужны. Круто, братик, ты просто мак. Я просто хороший дрессировщик. Ага. Ну вот как-то так. Послушная. Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку, и оставь нам комментарий. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. А еще смотри еще, ролики смотри еще, всякие смотри еще, 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 еще. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо.